Всем доброе утро! Едем в музей тракторов. Сейчас немножко расскажу про Чинган, сейчас проверим жидкости, посмотрим, как у него состояние всяких масел, тасолов и так далее, антифризов. Так, масло вообще ни капельки не ушло. Так, с антифризом все нормально, омывайку долью вечером, сегодня немного будем гонять. Так, что у нас там? Ух ты! По пробегу у нас 686 километров, ел он вчера 8,4 литра, средняя скорость 60 километров, датчики колес через некоторое время движения только отреагируют, но по-моему ничего не спустило, все колеса на месте. В принципе, очень удобный, кресло удобное, руль удобно, регулировки все, память сиденья очень была кстати, потому что мы с Сергеем очень разного роста, во мне 170, в нем 196, вот и поэтому, когда Сергей менялся, он отбегался, мне было очень моментально подстроиться обратно, когда я сел в свою позицию и это был прям супер. То есть, Чинган молодец в этом плане. Сергей, как тебе Чинганчик вчера? На самом деле, очень комфортно, очень резво идет, хорошо держит дорогу и, что удивительно, он на самом деле, очень комфортный внутри, хорошая сидушка-сидение, все электронное, поэтому удовольствие от дороги прям получаем полноценно. Да, у нас загружен еще так нормально получается, такой довольно-таки груженный, то есть, подвеска выдерживает, полный приют вчера дал, скажем, поспособствовал, потому что мы с Москвы уехали с плюса два сюда в минус один, и была дикая корка уже на подъезде в Чебоксары, и срабатывала вся электроника, было вообще достойно. Да, устойчиво, устойчиво держит дорогу. Всем доброе утро, мы находимся в Чебоксарах, мы выспались, нам хорошо, сейчас у нас большая культурная программа, техника готова, так понимаю. Все готово. Ребята шикарно, прям вот молодцы, отработали уже нашу культурную программу, нам все только выехать, насладиться и показать вам все самое красивое в Чебоксарах. Ну, про ваш музей мы узнали, конечно же, пообщавшись с клубами внедорожными, у нас есть еще Сергей, который прямо сказал, вот Михаил, мы должны быть здесь в любом случае, это ключевая первая точка в Чебоксарах, куда вы должны заехать. Если мы занимаемся внедорожной тематикой, как говорится, чем круче внедорожник, тем дальше идти за трактором. Классно, здорово сказано. Поэтому здесь мы обязаны быть в этом достаточно большом и интересном месте. Я думаю, вы больше и интереснее расскажете для зрителей именно об этом месте, чем оно именно глобальное и международное. Ну, глобальное, можно сказать, что это музей, конечно, единственный в России. Почему мы так говорим? Потому что музеи, которые прошли государственные регистрации, касающиеся тракторной тематики, их нет. И поэтому в 2010 году руководство концерна тракторные заводы приняло решение, что нужно создавать в Чебоксарах музей истории трактора. Почему в Чебоксарах? Потому что здесь расположено крупное производство по созданию промышленных тракторов. И вот в 2011 году мы открылись для публики, и сегодня наше музее более 55 тракторов. Почему говорю более? Потому что у некоторых тракторов такой остров, у некоторых только двигатель с колесами. А так 50 тракторов у нас, многие из них на ходу, многие работают. Ну, конечно же, нужно отметить, что самый первый трактор, который сюда заехал на своем ходу, это первый из Чебоксарского завода промышленных тракторов. Это трактор Т-330. Вот как раз здесь заедут нас модели этого трактора. В нем заложено 330 лошадиных сил. Этот трактор заехал к нам на своем ходу. Если не поверите, можем даже завести. Давайте попробуем это. Да, конечно, это шутку, конечно. А так вот стоит на улице трактор. Мы обычно летнее время открываем нашу экспозицию, нашу выставку с этого трактора. Мы говорим, что благодаря этому трактору образовался концерн тракторной заводы, а концерн подарил всем нам единственный в России музей истории трактора. Пусть мои коллеги, другие директора музеев, заводов не обидятся на меня, но действительно это так. Ну, нужно отметить еще, что уже последние годы появились любители тракторной стороны, и у нас есть уже коллеги-партнеры в Ростове-на-Дону, Подмосковье. И, я думаю, в конце когда-нибудь мы вместе с ними соберемся и проведем фестиваль на тракторную тематику под названием тракториум. Вот это слово тракториум, оно интересно. Я думаю, все остальные музеи мы вот под видео в описании напишем, чтобы было понимание, где можно будет... Ну, я хотел сказать тракторную ретроспективу, хотел сказать. Это нам еще лучше звучит. Да, действительно, мы доброй завистью смотрим на иностранных наших партнеров, которые вот ежегодно собираются проводить фестиваль тракторной техники. Ну, у нас это идет к этому, мы, я думаю, со временем обязательно будем проводить такой фестиваль. Тем более, мы уже опыт имеем, мы уже выезжаем в разные регионы, даже в разные страны, можно сказать, со своей выставкой механизации тяговой силы, от сахи до современных машин называется. Конечно, когда создавали музей, перед нами была поставлена задача показать историю мирового тракторостроения. Вот представьте, да, конституционный тракторный завод создает музей, хотя они могли сказать, давайте мы сделаем так, чтобы можно показать предпятие нашего концерна и так далее. Но это было бы и неправильно, и несправедливо, потому что трактор – это не человек, не рождается за 9 месяцев. Нужно многие годы, чтобы создать такой трактор. И вот мы решили показать историю тяговой силы от сахи до современных машин в хронологическом порядке. И наша первая экспозиция начинается с картины Репина, Лев Толстой на пашне. Тем самым мы хотим показать, что земледельческий труд очень тяжелый, и люди во все века придумывали разные орудия труда, механизмы, чтобы облегчить свой труд. И вот мы здесь как раз представляем наших изобретателей. Это наши самые первые, которые внесли в большой и огромный вклад в историю становления тратной тематики. Это Леонардо да Винчи, который впервые, можно сказать, заложил основу. И Иван Кулибин, Ползунов. Вот об этом и о других изобретателях мы, конечно, рассказываем в своих экскурсиях, обращая внимание на отдельные детали эпизода из истории. Леонардо да Винчи нарисовал вот такой рисунок. И только пройдя много веков по этим эскизам создали модель этого устройства. Это сегодня называется деревянный автомобиль Леонардо да Винчи. И только в 2004 году итальянский исследователь Карл Педретти предположил, что это устройство двигается с помощью арбалетной силы. То есть натягиваются вот эти пластины, и эта энергия передается через свод шестеренок ведущим колесам. Вот, ну, конечно, мы сегодня понимаем, что это не тратный автомобиль, просто самодельное устройство и предназначалось для театрализованных представлений. Возможно, сюда ставилась декорация, например, образ богини, и она должна была выкатываться на арену. Ну, дальше уже представляем Центры мирового тракторостроения. Здесь представляем у нас разные страны-государства, которые внесли огромный вклад в развитие истории тракторостроения. Ну, конечно, мы в шуте говорим, что два года назад мы отмечали 250-летие со дня первого дорожно-транспортной происшествия. Почему так шутим? Потому что до этого времени не было на планете Земля самодельничеств таких машин. И это было вот в далеком 1769 году француз Николан Джозеф Кюньо вот запустил такую, в общем, с современными словами презентовал свои изобретения. Это была паровая тележка на паровом ходу. Он был военным инженером, артиллеристом, и не раз наблюдал, как солдаты возятся, например, тяжестями, перевозят гаубицу, да, но сколько нужно лошадей, сколько пар лошадей. И вот он написал обоснование, и ему уделили немножко денег. Он, когда презентовал свои изобретения, они врезались об каменную стену, потому что он допустил некоторые неточности. Он решил, что лошадь тянет телегу, и поэтому котел установил в передней части, и в качестве ведущего колеса и рулевого колеса тоже сделал переднее колесо. Когда поворачивался руль, котел тоже поворачивался вместе с рулевым колесом. Это было неудобно. Но тем самым он дал толчок всеобщему мировому трестростроению. Уже в разные годы, в разных странах создавались уже и локомобили, и паровозы, и трактора. А когда уже придумали двигатель внутреннего сгорания, это были немецкие инженеры Августот и Ланген, потом Рудольф Дизель уже создал дизельный двигатель, где возгорание происходило путем впрыска топлива, сжатый воздух. Тогда, можно сказать, произошла техническая революция. Даже мы здесь представляем многие автомобильные компании, которые внесли огромный вклад тоже в развитие трестростроения. Это Opel, Peugeot, Renault, Citroёn, Mercedes-Benz. Но, конечно же, самый известный американский промышленник – это был Генри Форд, который впервые применил конвейерную линию сборки автомобилей. И в 1917 году они со своим сыном Эдисоном создали компанию под названием «Генри Форд Энсан». Вот как раз он тот самый милый человек. Вот его детище – трактор «Форзон». Это были самые практичные, самые недорогие трактора. Почему? Потому что это он собирал конвейерным способом. Во-вторых, это он делал на базе автомобиля «Форте». И, в-третьих, он отказался от рамной конструкции. Вот если у трактора даже в 1917 году имел такую швеллерную конструкцию, на них навешивались и узлы агрегаты. Он сделал это безрамным, и трактора, конечно, у него получились намного и проще, и дешевле. Ну, еще очень известный американский промышленник – это Джон Дир. Он изобретатель стального плуга. Он тогда еще говорил, «Я никогда не назову продукт своим именем, если в этом продукте не будет лучше, чем во мне». То есть дорожили качеством своих товаров, репутацией. И поэтому, может быть, сегодня везде можно наблюдать зеленые тракторы с желтыми колесами. Ну, далее мы переходим к нашему отечественному тракторостроению. Я хочу представить двух наших водоистых людей, которые внесли огромный вклад. Это Федор Абрамович Бинов и его ученик Яков Васильевич Мамин. Федор Абрамович создал гусеничный трактор, очень даже непростой. Этот трактор мог поворачиваться на месте. Даже вот трактор американский компании «Холт» имел рулевое колесо впереди, а этот трактор с помощью увеличения или уменьшения пара в отдельном взятом цилиндре трактор мог поворачиваться на месте. Но, к сожалению, он, кроме похвальной грамоты, ни к чему не получил. Но зато его ученик Яков Васильевич Мамин создал уже и двигатель, который работал на строй нефти. Трактор создавал и «Кном», «Карли». Но это, конечно же, было недостаточно. Чтобы пропахать российские земли, нужно было очень-очень много лошадиных сил. Лошадей не хватало. Конечно, тракта на производство тоже не хватало. Если учесть, что в Америке до 1917 года было около 250 разных компаний, которые выпускали, и локомобили, и трактора, и двигатели. А у нас всего лишь было 1500 тракторов. И вопрос возник, острый вопрос, о чем нужно наладить тратное производство. Конечно, были предпосылки создания тракторов на Обуховском заводе. Потом Харковский правостроительный завод тоже делал трактора. Наподобие ВД-50, немецкий «Хономаг». Советская массовая производство тракторов началась в 1924 году, когда у Генри Форда купили 5 тракторов, привезли на Путиловский завод. И рабочие научились разбирать трактора, а конструкторы делали чертежи. И уже начали выходить трактор под названием «Фарзон Путиловец». А в 30-х годах уже построили специализированные заводы в Сталинграде, в Харкове, в Челябинске. И уже начали массово производить нашу отечественную тракторную технику. Но сегодня, конечно, всем понятно, не секрет, что все первые тракторы были взаимствованы из иностранных аналогов. Это был «Фарзон» американский, это был «Маккор Мехдеринг», это был «Каттерпиллер», это был «Формол». Даже наши массовые универсалы тоже были американские, это «Формол». Конечно, это нас немножко беспокоило. Мы хотели создать свой советский продукт. И в 1937 году нам это удалось. Наши конструкторы совместно с специалистами НАТИ создали трактор СХТЗ НАТИ. Это был гусечный трактор с керосиновым двигателем. И самое главное, что одним из конструкторов по этому трактору был наш земляк, Платонов Алексей Кузьмич. Сельский чувацкий парень, дорос до главного конструктора Волгоградского завода и смог получить сталинскую премию за создание трактора ДТ-54. Вообще тракт на заводов было предостаточно. Около 15 тракт на заводов. И все они выпускали мирную технику. И раньше говорили, что каждый третий трактор в мире это был советский, а каждый советский трактор был волгоградский. Потому что тракторы ДТ-75 выпускались более 2,5 миллионов единиц. Маленький вопрос от подписчиков. Спрашивают про свеклоуборщик. Свеклоуборщик, да? А кто-то спрашивает уже, да? Ну, уже вот ребята задают вопросы онлайн, то есть в прямом эфире, да. Все понятно, понятно. Вот как раз мы дошли, да, спрашивают про Челябинск. Да, как раз мы дошли вот сюда, вот это Кишневский тракт на завод, выпускал вот такие трактора ДТ-54, ДТ-70, ДТ-90. Вот этот трактор назывался Головастик, как раз они, стекловодческий трактор назывался, вот это Бахчеводский, стекловодческий, а такие трактора тоже выпускались. Вот, стекловодческий, да, ребят, как раз, вот про что вы слышали. Потом в Болгарии выпускали такие трактора, вот. Ну, сегодня, конечно же, из этой серии сегодня у нас работает Челябинск тракт на завод, Кировский тракт на завод, пускай трактора К-744. И все остальное сосредоточено уже в Чебоксаре. Здесь уже производится и промышленная техника, и сельскохозяйственная тоже. И вот за эти годы нам удалось создать книгу об истории мирового трактора строения. Эта книга даже есть на продаже. Вот, ну, конечно, мы хотим, чтобы все тракторы-производители объединились вокруг нашего музея. Мы сейчас ведем такую работу, мы хотим создать ассоциацию, содействие истории трактора строения. Независимо от того, какой-то производитель, или Катерпиллер, или Камасу, или Четра, всех просим объединиться. Да, как говорят эксперты, вообще крупные производители промышленной трактной техники у нас в мире существует пять. Это японская Камасу, американский Катерпиллер, немецкий Липхер, китайская Шантуя и чебоксарский Четра, что означает чебоксарский трактор. Вот здесь мы тоже представляем историю нашего промышленного трактора строения. Вообще Чебоксар, мы считаем, что является столицей отечественного промышленного трактора строения. И вот в 1972 году забили первый колышек, и уже через три года с конвера сошел первый из чебоксарского завода трактор Т-330. Тогда назывался Чебоксарский богатыр. Сегодня уже в Чебоксарах выпускается не только промышленная техника, но и трубоукладчики. Также у нас выпускаются комбайны под брендом Агромаш, сельхозтехника под брендом Агромаш тоже. Но в этом году есть у нас хорошая новость, что в прошлом году подписали специализированный инвестиционный контракт. И уже с этого года в Чебоксарах будем выпускать уже на тех же площадках итальянские трактора под названием Deutsche Fahre. Это тоже очень здорово. Новые рабочие места. Правильно я понимаю, что Четра в основном на зимниках очень часто используются в Якутии и так далее? Да, конечно. Трактора применяется везде. Здесь мы видим как раз химилитовую трубку, где добываются алмазы. Вот справа от нас это уже наши трубоукладчики прикладывают газопроводные трубы. География продаж очень большая. Вот здесь мы видим даже карты продаж. Карта потихоньку пополняется, расширяется. Но сегодня пришли очень променутые ребята, которые занимаются и созданием, и продажей тракторной техники. Четра узнают уже везде. Трактор будущего. Ну, это мы называли, когда создавали музей. Но сегодня понимаем, что это уже трактор настоящего. Был время, когда показывали фильм, делал о Пенькове. И герой фильма Вячеслав Тихонов сидел у большого компьютера, можно так сказать. И управлял. Они мечтали, что придет такое время, что когда уже тракторы будут беспилотными. Вот сегодня уже и компания Четра представила беспилотный трактор. В Беларуси, когда празднование было 75-летие, они тоже представили сельскохозяйственный трактор. Беспилотный трактор. Ну, и уже многие иностранные компании, даже Кейс, представили уже трактор, который работает на искусственном интеллекте. Ну, в ближайшие 20 лет уже производители трактор техники говорят, что уже откажутся от привычных нам кабин. Не будет трактористов, это все будет на радиоуправлении. Я думаю, наверное, одно из самых популярных соревнований, потому что все-таки мне ближайшие соревнования. Это, я обратил внимание, я ввязал на трак-шоу. Это то внимание, которое мировое просто. Внимание, это гонка на тракторах. Давно мечтаю тоже побывать на этом мероприятии. Это наши тоже партнеры. Молодцы, Бизон Агра. Они тоже собрали большую коллекцию ретро-техники. У них, конечно, в основном иностранного производства. Но они тоже продвигают тему трактора, проводят такое шоу. Бизон трек-шоу называется. Гонка на тракторах. Я говорю, что всегда добрый завязь наблюдаю, как иностранные наши партнеры проводят такие ретро-фестивали. Нужно сказать, что наши трактора тоже умеют и вальс танцевать, имеют промышленные, и ездить по канату. Наши трактора участвовали и минуте славы. Руд Николаевич, шикарная экскурсия. Я даже не могу передать словами, она сильно очень интересная. Мы еще здесь походим полчасика-часик, потому что съемки-съемки. Здесь нужно просто остаться, каждую деталь рассматривать, фотографии и так далее. Сейчас мы переходим в большой зал. Что у нас здесь? Натурным образцам мы сейчас переходим. Здесь у нас уже представлены настоящие трактора. Но перед тем, как спуститься вниз, настоящие трактора, прикоснуться к истории, сейчас я предлагаю посмотреть коллекционные модели тракторов в масштабе 11,43. Здесь представлены все основные производители тракторной техники, сельскохозяйственной техники, промышленной техники. Здесь представлены известные модельки, и Dodge Far, и Fendt, и Ferguson, и John Deere. Вот я представляю вот здесь Dodge Far, который в этом году будет выпускать на площадках нашего завода промо-трактор. Когда открывали музей, нам всегда было неудобно. У нас не было здесь советской техники. И вот в 2014 году к нам приехала из Франции компания Ashton Collection, и они провели 3D-сканирование наших тракторов. И как раз мы сегодня можем даже похвастаться отечественной коллекцией советских тракторов, которые, наверное, можно сказать, впервые за свою историю производились в таком количестве, в таком масштабе. Здесь представлена вся наша техника советского производства. И вот благодаря нашему проекту люди во всем мире узнают про историю нашего отечественного трактора строения. Это очень приятно. Вот как раз я и рассказывал уже про трактор Farzone. Это как раз американский трактор Farzone. По документам это у нас проходит как настоящий Farzone Путиловец, потому что этот трактор хранился под Москвой в чеховском районе поселка Новый Бод. Там была испытательная станция, и вот энтузиасты сохранили там 9 тракторов. Потом вот при помощи Союза Маши России нам все это передали. И трактор, конечно, преподносился как продукт советского труда, потому что они были похожи очень. И представлялся, видимо, на демонстрациях, и все это было зашпаклевано. И когда наши реставраторы начали это чистить, смотрим, выходит иностранная буква. Трактор Farzone, настоящий американский. И здесь написано Ford Motor Company. А Генри Форд в 1927 году перевел производство тракторов в Англию. И поэтому вот это оттуда. В общем, настоящий американский трактор английской сборки, можно так считать. Вот трактор безрамный. Вот его конструкторы. Венгерские были конструкторы по происхождению. Жозеф Коламп и Ньюджин Фаркаш. Вот как раз они предложили создать такой безрамный трактор. Ну, конечно, в обычное время трактор работал на пахоте. Когда все эти работы заканчивались, он использовался как уже двигатель. И вот с этого трактора как раз начинается история нашего отечественного трактора строения. В 1924 году на Путиловском заводе начали выпускать уже трактора под названием Ford Motor Putilovitz. Ну, давайте вот здесь обратим на два трактора. В 1930 году уже в Сталинграде построили специализированный завод по производству тракторов. И, конечно же, за основу взяли американский трактор McCormick Deering International 1530. И у нас уже применительно к нашим российским условиям начали создавать трактора под названием SCZ 1530. Трактор был вообще необычный. Видно, конечно, железные колеса, противоскользящие рейборды, вот это и грунтозацепы, железные сиденья. На этих тракторах работали не только мужчины, но и женщины. Дарья Гармаш, Сахановцы у нас, Паша Ангелина как раз работали на этих тракторах. Трактор заводился рукояткой. Вот здесь мы видим как раз рукоятку. Заводился на бензине. Здесь как раз мы видим бензобак. Работал на керосине потом. А еще в смесь сообразования добавлялась вода, потому что у каждого вида топлива от степени сжатия воспламнение происходит по-разному. И поэтому не было, чтобы не было раннего сжигания, и туда в смесь добавлялась еще вода. В общем, еще в 30-х годах машины, трактора работали и на воде тоже. А вот это, конечно же, еще хочу акцентировать внимание на этот трактор. Это уже более современный, 2005 года. Тоже Владимирец, 2032, непростой. Этот трактор на своем ходу проехал от города Владимира до Владивостока и попал к Нигуре Кюрду Гиннеса как самая дальняя поездка на тракторы. Вот как раз это сегодня выполняет важную функцию. У нас есть вагончик, и мы в летнее время катаем наших посетителей на наши фирменные тележки. Сколько же заняло поездку от Владимира до Владивостока на трактор? Он выехал в апреле 28-го и приехал обратно 6-го августа. Полных три месяца он проехал за 21 тысяч километров, проехал за полных три месяца. Здесь вообще представлены все основные заводы. Вот мы видим здесь, можно даже показать, ЛТЗ. Вот такие заставки сделали. ЛТЗ, ХТЗ, ВГТЗ. Верт Николаевич, более подробно расскажет именно, что это за синий трактор, как это модель с чего все началось. Да, заодно нужно сказать, что действительно дети многие приходят сюда. Они приходят сначала бабушками, дедушками, потом с родителями приходят. И все приходят к этому трактору. Потому что у всех детей синий трактор. По полям. Это нам тоже в свое время подарил генеральный директор. Это трактор Варшаловский, австрийный дизель. Здесь установлен двухцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением. Очень такой, можно сказать, автотягач используется как тягач, потому что гидравлика навесной системы здесь нет. Но трактор очень такой практичный, очень скоростной, симпатичный. О, ребят, это, наверное, шикарная самая экскурсия, которая была за много-много-много лет. То, что на самом деле уже таких больших впечатлений не получало нигде. Потому что любой ребенок, да, мужчина и взрослый любят тракторную технику. Вот. Большой выставочный зал, очень много историй. Альберт Николаевич, огромное вам спасибо за эту экскурсию. С такой количеством информации мы постараемся ее упаковать, донести ее для людей, чтобы они понимают, что если вы приезжаете в Чебоксары, у вас обязательно точка для посещения – это музей истории трактора. И, скажем так, у меня сейчас есть, выпала честь создать медальон, да, то есть... Сувенир своими руками. Сувенир своими руками, да. Поэтому складываем сюда. Отчеканить себе памятный сувенир. Вот, отчеканить, правильно. В кузнице мы уже сегодня поработали. Да, вот теперь. Вот, теперь мы сейчас в одном положении ставятся. Так. Главное, не сломать. Просто один разочек посильнее, и все. Да, спасибо. Мне очень сильный, да, просто главный счет. Готовы? Давай. Отлично. Чудесно. Подкова на счастье. И первый трактор Warzone. Да. Путируйте свой трактор. Да. А то все квадрики, квадрики. Кстати, при управлении квадриков требуются права тракторной категории А1. Да. Что у вас уже есть. Растем, растем. Сначала квадрики, вездеходы, трактора. Боюсь представить, что будет дальше. Да. Музей очень востребован. Правда, сегодня из-за ковида количество посетителей стало меньше. Но есть у нас отдельные проекты. Мы ездим по регионам, показываем эту историю отечественного трактора строения. Это очень хорошо воспринимается. И еще мы создаем, участвуем во всевозможных грантах. Мы написали заявку в фонд Потанина, фонд президентских грантов. Конечно, хотим немножко расшириться и создать новые условия для детей, для молодежи, чтобы были у нас интерактивные площадки. Это один из них у нас под названием тракторный инженериум, как мы называем, техник, технологии. Хотим создать, вот если вот сегодня во время искусств, я говорил, что у нас не стало Волгоградского тракторного завода, Липецкого тракторного завода, Владимирского. Хотим сделать реконструкцию и создать экспозицию вот этого сборочного завода. И показать, как вот собирались такие трактора. И, конечно, хочется использовать современные технологии, чтобы можно было там привнести мастер-классы по реставрированию тракторных техники и другие мероприятия. Вот для этого создаем новую площадку. Я уже говорил, что раньше мы реставрировали нашу технику на промтрактор, сегодня создаем здесь. И реставрированная техника у нас участвует на тоже реконструкции разных событий. Вот в прошлом году мы снимали передачу, как наши трактора использовались при строительстве оборонительных рубежей. На самом деле, очень необычная экскурсия в том смысле, что когда ты просто видишь информацию о том, что в Чебоксарах есть музей истории трактора, ты думаешь, ну, что там может быть интересного, да, увижу там три трактора, какой-то, может, там, 50-летней давности, какой-то новый, наверное, будет стоять, и все. А на самом деле, по факту, когда приходишь в такой музей, когда видишь Альберта Николаевича с его отношением к этому делу, да, когда человек радеет всей душой за то, что он делает, он верит в это, вкладывает частичку себя и душу в это. И на самом деле, конечно, экспозиция более интересная, чем это может показаться, на первый взгляд, потому что от истории самого начала трактора строения даже там со времен Леонардо да Винчи, со всеми макетами, да, и с интерактивными там плазмами, телевизорами и всем остальным. Плюс, конечно, это сама по всей экскурсии от директора музея дорогого стоит, потому что прийти посмотреть самому, это одно, да, просто почитать описание экспонатов, другое дело услышать это из уст самого, можно так сказать, хозяина, да, музея, директора музея Альберта Николаевича, это, конечно, это очень интересно, так что всем советую, всем рекомендую, кто будет Чебоксарах, обязательно загляните, это будет очень интересно. Ну, я хочу добавить, наверное, к следующему, что два с половиной часа они пролетели незаметно, если у вас есть дети, я говорю, приводите его сюда, здесь будет им чем заняться, здесь есть, можно, интерактив, здесь есть расположение от всех, здесь трактор в разрезе. Я соглашусь с Сергеем, когда мы пришли, ну, музей, ну, музей, я много видел музей тракторов, частных коллекций, закрытых коллекций, но здесь все живое, здесь все с душой, здесь это музей именно тракторостроения, здесь история всех тракторов, в том числе зарубежных, отечественных, тех, которых уже, к сожалению, нет, тоже здесь. Здесь представлен даже последний трактор Липецкого завода, который вот, он, к сожалению, тоже так же закрылся. Здесь очень много чего интересного, поэтому приезжайте в Чебоксары, в музей истории трактора. Аберт Николаевич, огромное вам спасибо за экскурсию, действительно, мы получили огромное удовольствие, я думаю, зрители тоже получат от просмотра данного ролика огромное впечатление. Спасибо вам, Чебок. Спасибо вам большое. Да, лучше один раз увидеть, чем раз, сто раз услышишь. Ну, когда мы говорим музей, мы подразумеваем концентратные заводы. Вот, действительно, есть люди, которым интересна эта тема, и они знают, что надо историю сохранить. И поэтому мы приглашаем всех посетить наш музей, мы работаем без выходных, без обеда, так что милости просим. Да, вообще, конечно, надо сохранить историю отечественного тракторостроения вместе, и поэтому великая просьба. Если у кого-то в гараже что-то валяется, литература, может быть, там какие-то запасные части, не сдавайте на металлолом, а оставляйте для будущего поколения. Это, когда трактор стоит отдельно один, это, может быть, даже неинтересно. Но когда они видно, когда их много, они стоят в французском порядке, здесь движешь, чувствуешь мощь этих строителей, тракторостроителей. Поэтому наша задача сохранить техническое наследие прошлого. Спасибо вам. Ищите в музей, да. Спасибо за вас. Спасибо вам за ваш проявленный интерес к историю отечественного тракторостроения. Дай бог вам удачи во всем. Вездеходы, расти и вперед. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ребята, вот у нас закончен сегодня день в Чубаксарах. Он был очень насыщенный, даже несмотря на то, что у нас был только один световой день. Мы посетили сегодня музей, я бы сказал, истории тракторостроения. Мы получили массу впечатлений. После этого покатали Руслан из компании HSN. ХСН. Показал нам практически все чубаксары. Познакомил нас с Юрием. Юрий наш друг, который, скажем так, приукрасил. Самая изуминка сегодняшних наш чубаксар, это было фитнес-центр Джуз, где мы тут поплавали в бассейне, были в хамаме, в сауне. Поэтому, ребят, если вы будете в Чубаксарах, помимо тракторного завода, приглашаем в гости хитнес-центр Джуза. Потом бассейн. Да, и, кстати, не забудьте обязательно зайти в «Хочу пельмени». На самом деле, потрясающее заведение в советском стиле, в своем колорите, очень вкусная кухня, масса впечатлений. Поэтому Юрию владельцу отдельный респект. Ребята, мы выдвигаемся завтра рано утром уже в набережные Челны. Не знаю, получится у нас заехать в КамАЗ в музей, не получится, но будем стараться. Ну и, конечно же, Казань у нас завтра еще впереди. Поэтому впереди самое интересное.